Всем привет! Сегодня у нас в мастерской большой промышленный полуавтомат с выносным подающим Bimark MiG500. Расскажу его краткую историю. Принесли его ко мне соседи. Сервисный центр у нас находится на производственной базе и в большинстве случаев у нас здесь либо одни автосервисы, авторазборы и какие-то конторы, которые занимаются производством металлоконструкции. И вот этот аппарат именно оттуда. В большинстве случаев они работают полуавтоматами. У них есть как в обоге. В основном это 350 и 500 модели. И вот сейчас они купили себе вот такой Bimark. Купили его бушный и привезли к себе в цех. Начали подключать, пробовать его запускать в работу. Аппарат не варит. Точнее, никак не сказали варит. Но варит очень плохо и варить им в принципе невозможно. Вообще понятие варит плохо оно такое растяжимое и мне это вообще ни о чем не говорит. Поэтому сейчас будем подключать аппарат, пробовать как себя он ведет. Прежде чем приступить к испытанию аппарата, давайте посмотрим на его общее внешнее состояние. На самом деле у меня такое ощущение, что аппарат вообще в состоянии нового. Есть какие-то небольшие потертости, особенно на подающем механизме. Но такое ощущение, что им даже и не работали. Значит подающая здесь четырехроликовая. Но верхний ролик он здесь только прижимной. То есть сцепление с зубьями ведущего ролика у него здесь нету. Дальше стоит проволока в 5 килограммовой бухте. Проволока установлена здесь на 1,2. Далее сам источник на вид еще лучше, чем состояние подающего механизма. Он здесь вообще практически в идеале. Кстати очень интересное подключение сварочного кабеля. Соединение сварочного кабеля в этом аппарате осуществляется не быстросъемными байонетными соединениями, а соединениями болтового типа. И на мой взгляд в стационарных аппаратах это более уместное соединение, так как вы один раз прикрутили подающий механизм, один раз прикрутили массовый зажим и больше уже не трогаете и не лезете в эти соединения. А быстросъемные соединения наверное все-таки уместны там, где нужно периодически снимать, подключать провода. Там это будет более уместно. И у быстросъемных соединений есть такой минус, что со временем, особенно если вы будете дергать за провода, соединение разбалтывается и нужно периодически его протягивать, ну либо по крайней мере за этим следить. Здесь же на один раз затянули и уже такой проблемы не будет. Лицевая панель аппарата вполне стандартная. Ток, напряжение, форсаж. При этом, насколько я знаю, в этих аппаратах форсаж работает в режиме ручной дуговой сварки, а при режиме полуавтоматической эта регулировка отвечает за индуктивность. Но почему-то здесь это не подписали. Порошковая проволока, сплошная, три режима, 1.1, 1.2, 1.6, 2-х тактных, 4-х тактных, тест газа, два предохранителя стоят. Интересно, куда они идут? В дальнейшем может быть разберемся, что это такое. И блок водяного охлаждения. Блок водяного охлаждения от фирмы Selma, сделанного в России. По блоку я ничего не скажу, сталкиваюсь с ними редко. В принципе, ничего интересного нет. Но состояние аппарата реально как новое. Не знаю, сколько им пользовались. И если сейчас окажется, что он работает, я вообще в этом не удивлюсь. Хотя, не знаю, там вроде ребята, которые пользуются этими аппаратами, тоже не пальцем деланные и должны были разобраться. Пробуем аппарат на сварку. Проволока сейчас установлена у нас в подающем. Проволока стоит 1,2 миллиметра по напряжению и потопу. Напряжение сейчас установим в районе 21 вольта. Аппарат здесь показывает ток, а не скорость подачи проволоки в метрах в минуту. Мы поставим в районе 190 ампер. Я думаю, что для первого пробного теста этого будет достаточно. В общем, сварки как таковой не получается. И я уже пробовал разные режимы. Добавлял и напряжение и подачу проволоки. Ничего от этого особо не меняется. Хотя, по идее, в этих режимах аппарат должен работать нормально. Первое, что приходит на ум после всего этого, это неисправность горелки, а точнее ее расходных составляющих. И действительно, как вы можете видеть, сопло у нас находится в крайне изношенном состоянии. И на нем просто не хватает одного куска. Далее, наконечник на горелке. В аппарате изначально была установлена проволока 1,2 миллиметра. А наконечник у нас стоит с маркировкой 1,6. Помимо всего этого, проволока в этом наконечнике просто болтается. И фактически диаметр наконечника уже, наверное, сейчас не 1,6 миллиметра, а превышает 2 с лишним. И проволока 1,2 в нем просто ходит свободным образом. К сожалению, у меня закончились наконечники с резьбой М8. А наконечник здесь имеет резьбу М8, он здесь большой. И поэтому я сейчас подключу свою маленькую горелку, поставлю сюда наконечник на 1,2. И мы попробуем поварить аппаратом в тех же режимах, что и на этой горелке. Возможно, проблема уйдет. Все то же самое, все те же самые режимы, та же самая проволока, но уже на моей горелке, на которой установлены нормальные наконечники сопло. Пробуем. Ничего особо не изменилось, точно так же стреляет. Сейчас будем разбираться, что происходит. Исходя из того, что мы увидели, у нас аппарат не додает напряжение. То есть такое ощущение, что подача проволоки подается с большей скоростью, а напряжение за этим не поспевает. Поэтому сейчас аппарат подключим к балластному ариостату и мы замеряем его выходное напряжение. По дисплею оно сейчас составляет порядком 20, ну 21 вольт было. Давайте 21 вольт так и установим. Горелка и аппарат уже подключены к балластному ариостату. Я зажимаю клавишу, смотрим на показания прибора. Прибор у нас показывает 20 и... ну почти 27 вольт. По дисплею 21 при токе 150 ампер по дисплею аппарата. Давайте сейчас замеряем. Давайте сейчас сделаем так. Поставим его в 4-х тактный режим, чтобы не держать не клавишу. И все. Сейчас отключим токовый клещ и посмотрим сварочный ток, который проходит через 157 ампер по токовым клещам, 152 ампера по аппарату. Подача проволоки у нас при этом работает. Видно, что она крутится. Я сейчас специально отжал прижимные ролики, чтобы проволока просто так зря не подавалась. Вообще на самом деле все очень странно. То есть по показаниям аппарат у нас работает, сварка не происходит. Просто какой-то непонятный случай. Такое ощущение тогда, что у нас работает как-то неправильно обратная связь и не знаю, может регулировка индуктивности. В общем, скорость нарастания тока у нас не соответствует той, что должна быть. Будем в дальнейшем разбираться. Вот так вот покупать бушные аппараты. Вроде с виду-то он вообще как новый, а при этом не работает. И в дальнейшем что буду делать? Значит, я уже подключил осциллограф и то, что мы замерили мультиметром, это одно. Сейчас нужно посмотреть вообще форму сигнала аппарата на выходе. Нажимаем клавишу на горелке. Смотрим осциллограф. По осциллографу мы здесь видим какую-то... Сейчас какие были общие. Давайте сделаем время поменьше. И вот, собственно, наверное, ответ, почему аппарат выдает только искры, а сварки нормально не происходит. У нас за место ровной формы сигнала у нас идут пульсации. Причем сложно понять сейчас, какое они. Ну, в районе 100 Гц. То есть такое ощущение, что у нас либо неисправен диодный мост, либо просто у нас нету какой-то фазы на аппарате. Теперь внимание, разгадка. Мультиметр в режиме прозвонки. Это сетевая вилка, которая идет у нас к аппарату. Прозваниваем фазы. Звонить будем прямо на автомате. Автомат у нас сейчас включен в режим пищалки, включим. Первая фаза у нас ее получается нет. Вторая фаза есть. Третья фаза есть. Первая фаза она у нас отсутствует. При этом она как-то болтается сильно вилки, эти остальные как-то не так. В общем, вариантов несколько. Это первая. Перебит сетевой кабель где-то в каком-то месте. Второй вариант. В аппарате имеется здесь коробка, куда подключается этот сетевой кабель. И третий вариант, наверное, он наиболее правдоподобный. Это то, что у нас в сетевой вилке просто оторвался где-то провод. Разобрал сетевую вилку. Смотрим, что внутри. Раз фаза, два фаза, третья фаза просто в обрыве. Причем наконечник, который ее обжимал, он остался в вилке. Сама фаза просто улетела. И она вообще здесь не зафиксирована. То есть, просто дергали за провод, вырвали одну фазу. Поэтому аппарат работал на оставшихся двух. Ну и, соответственно, поэтому производить нормально сварку не мог. Каких-то либо конденсаторов входного фильтра по входу в этом аппарате здесь электролитических нет. Итак, с причиной плохой сварки аппаратом мы разобрались. Я думаю, что как только мы подключим недостающую фазу, он будет варить замечательно. Ну а пока он у нас находится в разобранном состоянии. Давайте посмотрим, хоть что у него стоит внутри. Что нам предлагают китайцы в 500 амперных аппаратах. Первое. Это по входу у нас стоит сетевой автомат. Решение стандартное. Далее. От сетевого автомата мы можем наблюдать у нас идет трехфазный диодный мост. Диодный мост имеет маркировку 75-120. То есть, он на 75 ампер 1200 вольт. Сначала мне показалось, что 75 ампер это как-то маловато для 500 ампер. на аппарата. Но небольшой расчет позволил убедиться вне в обратном. Для примера, напряжение на выходе во время сварки при 500 амперах в режиме полуавтомата соответствует 39 вольт на дуге. То есть, мы получаем мощность на дуге порядка 20 кВт. Если мы берем мощность по диодному мосту, то есть, 75 ампер умножаем на примерно 530 вольт в сети, мы получаем мощность в районе 37,5, насколько я помню, киловатт. Даже учитывая все потери, перевес по мощности диодного моста здесь практически двукратный. Поэтому, я думаю, что если у вас нормально все с сетевым напряжением, оно у вас реально 380 вольт и не падает в какие-то крайние значения, то диодного моста здесь должно хватить без проблем. Далее, от диодного моста мы можем видеть, что у нас сразу же идут провода на плату. Плата эта устанавливается сверху на LGBT модулях и включает в себя трансформатор кальмонической развязки и какие-то конденсаторы. Далее, от этой платы у нас снизу подключаются диодные LGBT модули. Давайте посмотрим, какая на них идет маркировка. Модули здесь установлены от компании StarPower. Они имеют маркировку GD100HFU1200. То есть, это LGBT модули с двумя транзисторами. Каждый транзистор по 100 Ампер. Всего здесь установлено два таких модуля. То есть, аппарат у нас работает по схемотехнике полный мост. На самом деле, часто вижу в последнее время в подобных аппаратах на 350 Ампер, на 500 Ампер похожие модули ведут они себя вполне нормально. Каких-то случаев самопроизвольных пробоев, взрывов или еще чего-то я не встречал. Правда, был один момент это в какой-то плазме. Это, в принципе, подразумевалось, что так и будет. От затвора модуля оторвался провод и один из HGBT модулей пробило. Но это вполне закономерно. То есть, сами по себе эти модули дохнут крайне редко. Раньше в похожих аппаратах ставили модули от компании Симикрон, но сейчас, видимо, переходит на чисто китайские модули от компании Starpower, от компании Силан, ну, либо какие-то похожие. Далее спускаемся в нижнюю часть аппарата. Прошу заметить, что аппарат поделен на две части пылезащищенную. Там, где установили HGBT модули, диодный мост, плата управления, еще какие-то компоненты, они находятся в верхней части, они туда не задувают воздушный поток от вентилятора и здесь все уплотнено вот такими вот эластичными вставками. А в нижней части аппарата у нас находится трансформатор, дроссель, радиаторы и давайте перейдем к трансформатору. Трансформатор здесь тероидального типа, он достаточно большой, давайте померяем примерно сколько его диаметр, а диаметр его составляет примерно 14 сантиметров. Вполне увесистый и большой транс. Далее после транса у нас идет радиатор с выходными диодами. К сожалению, посмотреть какие здесь стоят диоды не представляется возможным без снятия этого радиатора. Но вот если приглядеться снизу, то можно видеть, что у нас стоит 6 диодных сборок с одной стороны и далее точно так же 6 диодных сборок с другой стороны. то есть того мы имеем 12 диодных сборок в обычном корпусе, скорее всего в каком-то 264-м, либо что-то похожее. То есть, скорее всего, здесь диодные сборки на 60 ампер, что-то типа СТТ-603, ну, или что-то похожее. И стоит их здесь 12 штук, что, если, допустим, они будут стоять даже по 60 ампер, этого вполне будет с запасом. Радиатор выходных диодов давайте просто так же померяем примерно сколько он в длину. В длину он примерно 11 сантиметров в ширину примерно 16 и в высоту в высоту примерно 8,5-9 радиатор тоже вполне приличного размера. Радиатор на котором установлены АГБТ-модули он еще чуть не в половину больше. Далее после выходных сборок мы можем наблюдать выходной дроссель, который намотан на трансформаторном железе. Замерил его индуктивность. Она составляет порядка 30 микрогенри. Также в аппарате присутствуют два маленьких дросселя, которые включены параллельно вторичные обмотки силового трансформатора. Часто наблюдаю такие дроссели в аппаратах от завода Каерда. Точное и функциональное предназначение я сейчас сказать не могу. Если у вас есть какие-то предположения, обязательно пишите об этом в комментариях. Также в нижней части аппарата после выходного дросселя у нас идет выходной токовый шунт. сигнал с него снимается и подается в дальнейшем уже на плату управления для замера выходного тока аппарата. Также в нижней части аппарата можно заметить теравидальный трансформатор питания. Предназначается он здесь для питания подающего механизма, но также верхней платы управления. Несмотря на то, что на плате управления помимо этого транса есть еще импульсный источник питания. На плате управления можно обнаружить микроконтроллер это 16-битный микроконтроллер от компании микрочип он имеет маркировку PIC30F4011 В качестве шим-контроллера в аппарате используется микросхема UC3846 сигнал с которой раскачивается полевыми транзисторами и далее передается на TGR который установлен на отдельной плате непосредственно в близости с LGBT модулями В целом аппарат выполнен вполне добротно какой-то откровенный кустарщины китайщины самодельщины здесь нету все выполнено вполне аккуратно монтаж на платах аккуратненький имеется защитный лаковый слой но в целом выглядит все вполне красиво теперь давайте я вам покажу примерно такой же по уровню аппарат правда это будет органик но это также будет органик на 500 ампер просто потому что он есть у меня в ремонте это аппарат под маркой брима я не скажу что это какой-то плохой аппарат нет это вполне добротный китаец и компоненты в нем на самом деле используются примерно такие же как и в нашем бимарке но выполнен он здесь немножко по-другому и первое что бросается в глаза это установка GBT модулей если в том же бимарке они находились в герметичном верхнем отсеке здесь на этом аппарате также есть герметичный верхний отсек но модули это самая дорогая мировая часть в этом аппарате находится в нижнем отсеке куда попадает собственно и вся пыль и при этом они здесь никак не прикрыты выводы их никак не загерметизированы в общем ничего здесь из этого не сделано хотя аппарат позиционируется как промышленный производственный то есть за ним явно не будут следить и каждый день продувать его от пыли а задувать он себя явно ее будет сейчас давайте уже будем подключать эту отвалившуюся фазу и пробовать аппарат на сварку все те же самые параметры ток выставлен по дисплею 178 ампер напряжение 21 вольт пробуем аппарат на сварку на самом деле этого даже многовато разница кстати сразу же ощущается то есть в этот раз аппарат уже не плюется можно уменьшить чуть-чуть напряжение и подачу проволок я думаю что тоже потому что для этого металла который сейчас у меня это слишком много не плюет не плюется Вот сейчас прям в самый раз. Сейчас давайте замерим выходной максимальный ток аппарата, но для начала обратимся к его шильдику и посмотрим что нам обещают. Обещают нам в режиме полуавтоматической сварки 500 ампер при напряжении 39 вольт. И сразу скажу, что при измерении сварочного тока я столкнулся с двумя проблемами. Первое это то, что сопротивление одного балластного реостата слишком большое, чтобы замерять ток величиной около 500 ампер. Поэтому для этого мне пришлось в параллель соединить целых два балластных реостата. И вторая проблема это мои токовые клещи УТ204, которые показывают максимум 450 ампер, хотя заявлено у них вообще 400 ампер. Но и тут я думаю, что мы найдем выход, так как у нас балластники подключены в параллель, мы просто будем суммировать ток на каждом балластном реостате. Аппарат сейчас находится в четырехтактном режиме. Я нажимаю клавишу на горелки. И мы можем видеть, что ток по дисплею аппарата у нас возрастает до 500 с лишним ампер. При этом на первом балластном реостате у нас ток 133 ампера, на втором 378, то есть суммарно больше 500 ампер. При напряжении около 39 вольт. И кстати прошу обратить на форму сигнала. Помните какая у нас раньше была форма сигнала, когда аппарат работал без одной фазы. Сейчас у нас стоит время 10 микросекунд и давайте сделаем время меньше. Вот так выглядит форма сигнала при 5 миллисекундах. Ну что, вот такой у нас получился простой ремонт, не совсем простого аппарата. Надо сказать, что владелец отделался малой кровью, потому что как-то раз у меня был фубок 350, тоже с выносным подающим, примерно такого же типа аппарат. Но там по входу стояли электролитические конденсаторы. И в процессе эксплуатации аппарата повредили сетевой кабель, также оборвало одну фазу. Но аппарат продолжал работать на двух фазах. Там стоит импульсный блок питания, который запитывается от конденсатора входного фильтра. То есть там на любых двух фазах аппарат будет продолжать работать. Здесь просто так случилось, что оторвалась именно та фаза, которая не идет на трансформатор блока питания. Если бы оторвали две другие фазы, какую-то из оставшихся, то аппарат бы просто не включился. Ну так вот, что было с этим фубоком. Электролиты просто не выдержали той нагрузки. Также варили проволокой 1.2. И все электролитические конденсаторы просто разорвало. Ну а на этом у меня все. Всем хорошего дня, удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok